Астанинский экономический форум Технологичный город – это еще не умный город. С таким месседжем выступил участник трека «Урбантич» Игорь Кальзада. С участником трека «Урбантич» удалось побеседовать мои коллеги Азиза Макулбаева. Каким же глобальным трендом и вызовом должен отвечать современный умный город? Лаура, на самом деле трендов очень много. И один из них – это защита персональных данных. Но к этому вопросу я вернусь чуть позже. Также к трендам умного города относятся защита персональных данных, контроль данных. Граждане должны принимать решения по тем вопросам, которые непосредственно касаются строительства объектов городской инфраструктуры. О чем можно или нельзя информировать население и как нужно использовать большие данные, говорили участники панельной дискуссии. И сейчас я предоставляю слово старшему научному сотруднику университета Оксфорд по программе «Будущее городов» Игорю Кальзаде. У Астаны есть все шансы стать умным городом. Здесь построено много зданий с развитой инфраструктурой. Город на самом деле впечатляет. Для тех стран, которые планируют двигаться в направлении смарт, нужно учесть несколько моментов, а именно защита персональных данных. Люди каждый день выгружают информацию посредством мобильных телефонов. Задача правительств стран – уметь анализировать эти данные и на их основе принимать решения по дальнейшему улучшению качества жизни населения. Азиза, должны ли граждане участвовать в принятии решений по развитию умных городов? И что вот поэтому думают эксперты? Знаете, Лаура, как оказалось, граждане должны принимать участие в строительстве и построении механизмов умного города. Об этом говорила и глава государства, выступая на открытии Астанинского экономического форума в части первого мегатренда планетарного, такого как цифровизация. Цифровизация должна стать неотъемлемой частью нашей жизни, но не стоит здесь забывать, говорят эксперты, о том, что не все модели применимы для той или иной страны. И здесь нужно принять оптимальную позицию для нашего города. То есть понять, проанализировать, какие механизмы, программы или ноу-хау смогут улучшить городскую инфраструктуру, а какие ее будут только ухудшать. К слову, говоря о персональных данных, совсем скоро, через неделю, по словам нашего спикера, спикера Игоря Кальзады, в Европе будет принят документ, который будет защищать персональные данные. И этому вопросу спикер, участники трека уделяют большое внимание. Потому что ежедневно, пользуясь мобильными приложениями и всевозможными гаджетами, мы сливаем большое количество информации именно в наши гаджеты. Эту информацию правительство, неправительственные организации и соответствующие органы должны правильно анализировать, чтобы принимать решения по тем или иным вопросам. Вот такие рекомендации были даны спикерами. И еще одна рекомендация в части мобильных приложений, которые сейчас активно вошли в нашу жизнь. Это и Uber, это и Яндекс.Такси. Почему бы в Казахстане не разработать аналоги подобных приложений, которые бы позволили эти технологии применять здесь, но уже на базе наших каких-то местных компаний, и тем самым позволяли бы оставлять деньги в республике. Вот, пожалуй, самые основные пожелания спикеров. И мы продолжим следить в дальнейшем за развитие сессии. Лаура, вам слово. Спасибо за такую оперативную информацию. Ждем от Азиза Макулбаев более развернутую информацию. Продолжаем. Никому неизвестно, какая именно модель экономического развития будет эффективно работать в Казахстане. Об этом во время панельной сессии «Практика глобальных решений» заявил испанский ученый Хавьер Салаи Мартин. Он уверен, что стратегию развития государства политики должны разрабатывать, опираясь на культуру и историю своей страны, а не на опыт мировых лидеров. Эксперт считает, что руководству республики предстоит найти именно те кнопки, которые будут работать у нас в Казахстане. А это возможно сделать лишь экспериментируя. На сессии также выступил лауреат Нобелевской премии мира Раджендра Кумар Пачаури. Он сообщил, что около 12 мировых специалистов, в числе которых также несколько нобелевских лауреатов, подготовили манифест. В нем ученые высказали свое мнение о том, какие же инициативы необходимы Казахстану для того, чтобы донести посыл Экспо-2017 и перестроить экономику. Меморандум о создании фонда по финансированию инвестпроектов сегодня подписала нацкомпания «Казахинвест» с британским фондом «Довинчи Капитал». Его задача – развивать высокие технологии и обрабатывающий сектор агропромышленного комплекса республики за счет частных инвестиций с ориентацией на глубокую переработку и экспорт. У компании-партнера «Казахинвест» уже есть успешный опыт финансирования подобных проектов в России и Украине. В рамках сектора АПК, высокотехнологичных сегментов АПК, мы также смотрим на другие вопросы, интересующие Республику Казахстан, производство пищевой промышленности, технологический сектор. Международные СМИ активно освещают Астанинский экономический форум. Особое внимание наши зарубежные коллеги уделяют подписанию соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и государственными членами Евразийского экономического союза. Временное соглашение организации с Ираном об образовании зоны свободной торговли также стало главной темой заголовков иностранных изданий. Женья Уразымбетова с обзором зарубежных СМИ. Российское информационное агентство «Интерфакс» из новостей Астанинского форума выделило подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Китаем. Этот документ, в частности, охватывает вопросы таможенных процедур, упрощения международной торговли и сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности, отмечают журналисты российского информагентства, работающего в эти дни в Астане. По словам представителей Министерства коммерции КНР, торговый оборот Китая со странами ЕС растет быстрыми темпами. В 2017 году объем торговли между Китаем и членами ЕС составил 109,4 миллиарда долларов, увеличившись на 21%. За первый квартал нынешнего года эта цифра составила 29 миллиардов долларов. China Briefing также отмечает, что подписание соглашений является значительным шагом для продвижения сотрудничества в сфере торговли для стран Евразии, России и Китая. Эксперты издания прогнозируют, что за подписанием последует сокращение тарифов, а вот турецкое агентство «Анадолу» помимо соглашения с Китаем отметило подписание временной договоренности о создании зоны свободной торговли стран-членов ЕС с Ираном. Подчеркивается, что соглашение обеспечит выгоду по таможенным пошлинам на импортируемые товары. Испанское независимое информагентство «Эфа» называет саммит ключевым стратегическим решением нашей страны в принятии нового направления развития. Такое событие, как Астанинский экономический форум, позволит Казахстану перенять успешный опыт ведущих стран, позаимствовать опыт и знания мировых специалистов различных отраслей. Астанинский экономический форум обсуждает и в Южной Америке. Известная латиноамериканская газета «Latin American Gerald Tribune» пишет о масштабах астанинской диалоговой площадки. Журналисты, среди прочего, отмечают участие в форуме именитых предпринимателей и политиков, таких как сооснователь Apple Стивен Возняк, экс-генсек Оон Пан Гимун, бывший президент Франции Франсуа Алан. На саммите глобальных вызовов выступят около 450 политиков, ученых, экономистов, журналистов и других специалистов из 24 стран. В четверг и пятницу состоится почти 100 панельных заседаний и круглых столов, а в субботу пройдут закрытые переговоры. Азербайджанское независимое информагентство «Тренд», освещающее новости Каспийского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, также отмечает значимость Астанинского экономического форума. Журналисты этого СМИ рассказали своим читателям о призыве президента Нурсултана Назарбаева выработать общие правила в использовании и регулировании криптовалют. «Большинство стран активно изучает возможности адаптации криптовалют к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств. И эти разрозненные действия приведут к неэффективности. Необходимо приступить к разработке общих правил». Сегодня на форуме особенно много женщин. Гендерный вопрос в современном обществе всегда актуален. Сегодня ему посвящены несколько площадок. И наш корреспондент Юлана Чаус находится на одной из них. Добрый день, коллега. Вот интересно, что обсуждают женщины тет-а-тет и вместе с мужчинами? Да, действительно, сегодня на форуме женщин заметно больше, чем вчера. Но все же надо признать, что форум – это все-таки мужское царство. И, пожалуй, самой яркой дамой нынешнего славянского экономического форума стала Ксения Собчак. Ксения Анатольевна приехала в Астану поделиться своим методом успеха как в бизнесе, так и в карьере. Она общалась с гостями форума в формате публичного интервью. Такой был открытый диалог, можно было задавать вопросы. Но больше Ксения Анатольевна выступала скорее как общественный деятель или даже политический. Много рассуждала о судьбах мира и своей родной страны России. Аплодисменты зала сорвала вот эта ее фраза. Давайте послушаем, что она сказала о Казахстане. Я не могу вам ничего говорить о пути для Казахстана. Это ваша страна. Я уважаю ее суверенитет. Я не считаю, что Казахстан, как иногда у нас выражаются некоторые наши политики, это младший брат России или что-то в этом духе. Я считаю такую позицию оскорбительной. Это не так. Вы абсолютно самостоятельное, успешное государство, надо сказать. И у вас много вещей позитивных, на которые стоит обратить внимание. Какой путь выбирать вашему народу должен решать ваш народ. Илана, ну а в целом, эксперты как оценивают место женщины в казахстанском обществе? Действительно, сегодня месту женщины в современном обществе и казахстанском было уделено сразу несколько диалоговых площадок. Много выступало экспертов. Прямо сейчас даже женщины обсуждают перспективы своего мирового лидерства. И примеры таких стран, как Великобритания и Германия, где сейчас руководители женщины говорят о том, что они умеют и руководить, и лидировать. Но в Казахстане пока ситуация немножко иная. И это отмечают все международные эксперты. По данным последних исследований, женщины в Казахстане даже получают меньше, чем мужчины. Их зарплата на 30% меньше, чем мужская. А в правительстве Казахстана и того одно женское лицо. Это, безусловно, вызывает критику международных организаций. Но все здесь присутствующие выражают надежду, что ситуация скоро изменится. И казахстанские женщины займут большую нишу в обществе. Спасибо. Это была Юлана Чаус. Она следит за работой самой трепетной части участниц нашего Астанинского экономического форума. Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» поддержат французские коллеги. Сегодня генеральный директор организации Санжар Киттибеков и президент института Шуазель Паскаль Лоро подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет о сотрудничестве в области инноваций. Спикеры на брифинге подчеркнули, что ожидается реализация нескольких крупных проектов, которые плодотворно скажутся на эффективном развитии двух стран. Институт Шуазель имеет одну из лидирующих позиций в плане нетворкинга и работы с французскими компаниями. Это инновационное развитие. Основное направление, конечно, цифровизация. Во Франции нам интересны экспертизы во многих отраслях, которые тесно переплетаются с нашими базовыми отраслями в Республике Казахстан. Но фокус первоначальный, конечно, будет сделан на все цифровые технологии, финансовые, все, что связано с шелковым путем. Инновационные технологии важны для развития наших государств. Мы уже сейчас начинаем совместную работу. Будут реализованы большие проекты. Казахстан, безусловно, получит от этого сотрудничества новые возможности развития. Ну и нам интересно это партнерство. В Казахстане и Российской Федерации не хватает врачей-генетиков. Об этом на брифинге заявил глава биомедицинского холдинга Atlas Biomed Group Андрей Перфильев. Компания является флагманом персонализированной медицины в России. Специалисты фирмы могут исследовать порядка 500 тысяч участков геномов. Но со своими разработками холдинг уже вышел на рынок Великобритании. Вы получаете информацию о тех, ну скажем так, слабых местах в вашем организме, в этом сценарии, который, наверное, предиктован генетикой. Важно понимать, что это доступный метод. Этот метод высокотехнологичный и сейчас становится все более и более доступным. Этот метод позволяет здоровому человеку понять, на какие особые зоны внимания ему обращаются, какой профилактикой заниматься. И как, собственно, прожить дольше. Нефтегазовым компаниям постепенно необходимо трансформироваться в энергетический. Об этом на брифинге в рамках Астанинского экономического форума отметил управляющий директор Выгон-консалтинг Григорий Выгон. По его словам, уже буквально через два десятка лет большая часть производимой энергии будет альтернативной. Цены на нее снижаются и будущее за чистой энергией, уверен эксперт. С этим мнением соглашаются и сами представители нефтегазовой отрасли. Все больше инвестиций происходит в венчурные компании, занимающиеся альтернативной энергетикой, электромобилями. Очевидно, что с удешевлением батареи и инвестициями традиционных производителей автомобилей в модели электромобилей этот сегмент будет увеличиваться. Причем сегодня на начальном этапе развития предсказания, конечно, существенно различаются, но уже благодаря сформулированной политике ряда крупных стран по переходу на электромобили, понятно, что государство будет продолжать, государство будет продолжать поддерживать покупки электромобилей, инвестиций. Поэтому этот сектор окажет существенное влияние на потребление нефти в будущем. В тоталь допускают, что до конца 2018 года цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель. Об этом заявил генеральный директор французской компании Патрик Пуанне. К слову, 17 мая цена барреля нефти марки Brent впервые с 2014 превысила 80 долларов. На рост стоимости черного золота, по мнению экспертов, повлияли выход США из ядерного соглашения с Ираном и повторное введение против этой страны санкций. В рейтинговом агентстве Fitch считают, что это может привести к сохранению дефицита нефти на рынке в этом и следующем годах. Продолжение следует...